Всем большой привет! Сегодня мы будем готовить очень популярный торт 3 шоколада. Основа будет шоколадный бисквит без муки, мусс из темного шоколада, мусс из молочного шоколада и мусс из белого шоколада. Как обычно, рецепт простой, элементарный, все расскажу, объясню. Поехали! Делаем бисквит шоколадный. У меня здесь только что растопленный в микроволновке шоколад. И я сюда кладу маленькими кубиками сливочное масло и все перемешиваю. Масло в горячем шоколаде сейчас растопится. Можно также на паровой бане растопить шоколад вместе со сливочным маслом. Все, шоколад готов. Приступаем к яйцу. Нужно отделить белок от желтка. В белок я добавляю щепотку соли и взбиваю до устойчивых пиков. Затем засыпаю сахарный песок в желток и взбиваю до белой пышной пены. Взбитым добавляю сюда шоколад растопленный вместе со сливочным маслом. И продолжаю взбивать. Ввожу сюда белки. Форма для выпечки у меня застелена пергаментной бумагой и сюда я отправляю наше тесто. И отправляю выпекаться на температуру 180 градусов примерно 12-15 минут. Бисквит готов и он сейчас должен полностью остыть. Заливаем желатин холодной водой сразу для троих муссов. Так, чтобы просто вода покрыла. И перемешиваем, оставляем набухать. Взбиваем желтки вместе с сахарным песком до белой пены. Сливки на плиту греются до температуры 75 градусов. Наливаем сливки на желтки, взбитые вместе с сахарным песком. Хорошо перемешиваю и затем обратно переливаю в ковшик. Снова мы ставим на плиту, увариваться до загустения, примерно 85 градусов. Постоянно помешивайте. Все, масса загустела и я убираю с огня. И сразу же я вливаю сюда шоколад растопленный. Перемешиваем. И добавляю желатин. Все, масса стала у меня однородная. И сейчас я жду, чтобы все у меня остыло и стало комнатной температурой. И буду добавлять сюда взбитые сливки. И так мы поступаем с каждым слоем нашего мусса. С молочным шоколадом и с белым. Технология одна и та же. Взбиваем сливки. Я буду собирать торт вот в этой форме. На дно положила бисквиты и края обернула пищевой пленкой. Сейчас будем заливать сюда и отправлять в морозилку застывать. Пока я буду делать следующий слой. Субтитры сделал DimaTorzok Все, последний слой белого шоколада залит. И я отправляю в холодильник как минимум часа на 5 полностью, чтобы тортик охладился. Я, как обычно, не выдержала всех положенных 6-5 часов, чтобы тортик мой застыл, потому что пока светло, мне нужно снять. Но вроде бы он уже твердый, я это вижу. Посмотрите, даже через пергамент я вижу, насколько ровные, четкие, красивые слои получились. И аккуратно его убираю. Украшу я его достаточно банально, присыпая какао. И аккуратно, подхватив ножом, переложу на тарелку. И посмотрите, какой он классный получился. Сейчас я его немножко украшу, просто раскидав сверху конфетку. Субтитры сделал DimaTorzok И я сейчас скинула с торта украшение, чтобы можно было его хорошо разрезать. Лучше резать горячим, мокрым ножом. Каждый раз смачивая. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok